Здравствуйте товарищи, сегодня у нас гайд по прокачке и сбору сетапов за США на все боевые рейтинги. Аналогичные гайды по советам немцам и японцам уже были на этом канале, можете поискать в плейлисте гайды. Перед началом обращу ваше внимание на то, что боевой рейтинг и ранг это разные вещи. Например, М1 карабин с гранатометом находится на третьем боевом рейтинге, вот написано боевой рейтинг 3, хотя в прокачке на втором ранге это важно, потому что мы собираем сетапы по боевым рейтингам, потому что именно он влияет на подбор. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Приступим. Начнем с первого боевого рейтинга. По винтовкам для бойцов и инженеров. У нас есть только один выбор. Спрингфилд М1903А1 USMC, Спрингфилд морской пехоты. Почему именно он? У него больше всех темпств, либо 54. У Энфилда 49, у обычного Спрингфилда 51. А скорострельность для болтовки это важно. По пистолетным пулеметам тут такое дело, что и М50 Райзинг, и Стэн, и М3. Ээээ, я не могу назвать это вообще оружием хорошим даже для первого боевого рейтинга. Ладно, все достаточно мусорное. Но если выбирать из этих трех, выбираем пистолет-пулемет М3. Хотя, большой вопрос, стоит ли вам в принципе качать ветку пистолетов пулеметов для американцев, потому что прямо сейчас там ничего хорошего нет. Спецсредства. ПТР бойца для борьбы с танками и миномет, который вам в любом случае придется прокачать на будущее, но он вам не нужен, не пользуйтесь им. По технике. Зенитка не очень-то нужна, М2А4, 37 мм пушка, стюарт, а вот А13 уже поинтереснее. На удивление, фугасы 40 мм пушки дамажат ой как неплохо, да и пробития достаточно для песочницы, вот его уже взять можно. И еще можно попробовать покататься на огнеметном стюарте. Уже огнеметный танчик. Да, огнемет один, не очень удобный, находится в корпусе, но если удачно ворваться в пехоту, можно ой наворотить дел. Колесный даймлер смысла особого не имеет, про него забудьте. По авиации, ну вот есть три самолетика, но на всех них бомбовый сброс очень слабый. Я бы их, конечно, прокачал, потому что нам понадобится в будущем перейти к более интересным самолетам, но в сетап первого БР я бы даже не стал их ставить. Перейдем ко второму боевому рейтингу, возвращаемся к винтовкам. И тут уже есть хоть какой-то выбор, хоть и номинальный. Можно взять М1 карабин, потому что это самозарядка. Мне она очень не нравится, потому что урон маленький, патронов 15, темп стрельбы низкий, даже по меркам самозарядок, я постоянно упираюсь в эту скорострельность и не могу расстрелять врага. Или можно потерпеть и прокачаться до Лиэнфилда, номер 4 МК1. Это просто прекрасно. Болтовочка с огромной скорострельностью и 10 патронами в магазине. Моя любимая болтовка в игре. Я с ней весь Тунис прошел еще во времена кампании, поэтому лично от меня совет играть с ней на втором боевом рейтинге американцев. Снова пистолеты-пулеметы. М3А1, тот же самый М3 с минимальными различиями. Я вообще не понимаю, кстати, почему он на втором боевом рейтинге, его на первый перенести, и тогда бы смысл был. Минчестер смысла не имеет, потому что есть Браунинг Авто 5, который можно взять, но это больше по приколу. И, кстати, дробовики выдаются не только штурмовикам, но и инженерам. Так что собрать штурмовой набор из инженеров для штурма точек вполне реально. Овен, который находится между этими дробовиками, забудьте, это мусор. Это прям помойка, а не оружие. Можно, конечно, взять Ланчестер второго боевого рейтинга, его многие хвалят. Но, честно, не знаю, мне не нравится, мне просто неприятно составлять с этим оружием. Так что я бы либо не играл с штурмовиками все еще на втором боевом рейтинге, либо играл бы с Браунингом Авто 5. Я снова напоминаю, штурмовики у американцев вообще говно. Так что под большим вопросом стоит ли это все качать. Вот как говорит на эту ветку. Пулеметы. И знаете, вот все эти три пулемета, которые находятся на втором боевом рейтинге, они сомнительны. Но есть одно но. У Виккерса Бертье, самого первого пулемета, нету пулеметного разброса. Конечно, возможно, это баг, но он уже достаточно давно. Так что советую играть на нем. Он вполне себе имеет смысл по сравнению с Бренами. По спецсредствам. Базука или пиат? Тут выбор каждого. Лично я предпочитаю базуку, потому что у него лучшая траектория, мне с ней удобнее. Хотя пиат будет помощнее. Про мотоцикл лучше забудьте. Просто забудьте про этот отряд, он очень долго качается и не очень-то имеет смысл. А вот этот отряд используйте всегда. Со студубекером. Потому что это переносной спаун. Он нужен в каждом матче. По технике. М8 Скотт, М5А1, МК1 Грант, М3 Лик, Руссадер. Из всего этого многообразия лучше всего подойдет М8 Скотт. Да, вас можно убить со стрелковки. Да, вас убивает любая авиация. Да, у вас практически нету брони. Зато у вас 70-мм гаубица, которая харкается очень сильными фугасами, которые могут ойдно делать дело с немецкой пехотой. Так что мой выбор стоит за М8 Скоттом. Либо Руссадер. 57 мм пушка, длинноствольная, пробивает практически всех, нормальная скорость. Гранты и М3 я не уважаю в этой игре. Вот совсем мне они не понравились. По авиации. Тут уже начинаются интересности. СБ-3 Даунтлис. Тысячефунтовая бомба. Примерно в рамках игры аналогично полутонке. Что позволяет уничтожать любой танк на карте, просто кинув куда-то в его сторону. Можно использовать со второго до пятого боевого рейтинга. Этой бомбы хватит на всех и всегда. Спитфайры. А зачем мне нужны? Вы видите здесь бомб? Я не вижу. Значит самолет не нужен. А вот П-38 на парус П-51 уже имеет смысл. Ракеты М8 достаточно неплохие. Да, их понерфили, они не так сильно кошмарят пехоту и технику. Но все равно радиус поражения неплохой, пожить можно. И всякие пазики вы убить можете. Но на более высоких боевых рейтингах, где появляются пантеры и тигры, вы бесполезны. А у П-51, да, очень маленькая бомба. Всего 2 100 фунтовки. Примерно 50 килограмм. Зато это достаточно маневренный самолетик и достаточно скоростной, который позволяет вертеться с немецкой авиацией вообще без проблем. И при этом скидывать бомбы прям точного врага. У меня получалось с них убивать даже топовых тигров. Но для этого должны сойтись звезды на небе. Вы должны попасть прямо бомбами в танк. Это раз. А два. Танкист должен пролить пиво в этот момент, чтобы не отъехать от этих бомб. Ну, либо застрять на чём-то, что более вероятно в рамках нашей игры. П-40 и ФП-3, которые истребители с такими же бомбами, по моему мнению, особо не имеют смысла. Потому что П-51 будет тупо побыстрее. Третий боевой рейтинг. Тут появляется самозарядка М1 Гарант. Можно, конечно, пересесть на неё, но это под вопросиком. Потому что скоро вам понадобится очень много валюты для покупки топовых автовинтовок. Я бы остался на Ленфилде. Либо просто не лез на третий боевой рейтинг и играл бы на втором. После этой пулемёты появляется целых два Томпсона. И они говно. Ну, просто вообще все эти Томпики говно. Я не знаю, что с ними не так. Я не знаю, что с разработчиками не так. За что они делают эти ППшки настолько плохими. Но это ужас. Не перестану повторять. Вот по пулемётам всё хорошо. Все три Браунинга просто прекрасны. Все находятся на одном боевом рейтинге. И каждый раз это небольшое улучшение. Совсем чуть-чуть. Но с каждым разом всё лучше и лучше. Я бы советовал потерпеть Добраунга 19-18А2 как самого лучшего из этих трёх. И играть на нём. На нём вообще можно построить основу своего сетапа. Потому что это реально хороший и мощный пулемёт. Огнемёты, которые два полностью одинаковых, на третьем боевом рейтинге я не считаю, что они имеют смысл. Потому что это огнемёты 1, в которых маловато урона. М9 Базука является вашим лучшим ПТ-средством в этой игре на нынешний момент. Так что в любом случае придётся её закупить. Но она очень сомнительна на более высоких рейтингах. На третьем её ещё хватает. А дальше уже грустно. Танки у нас куча шерманов. Которые, честно, особо-то между собой не отличаются. Ну там броню нарастили, там чуть-чуть что-то поменяли. Но фактически любой более-менее нормальный пазик вас прошивает. Но есть нюанс. Под названием М4А3-105. Это 105-мм гаубица с достаточно быстрой перезарядкой, которая позволяет очень хорошо кошмарить пехоту. И в принципе, если приноровиться, можно и танки уничтожать. Но это прям нужно уметь и уметь. У меня, например, не очень-то и получается. Авиация. П-51Д-5. Истребитель с 500 фунтовкой. Ставим сетап. Это сила. АП-1. Бомбардировщик. 2 500 фунтовки. Ну как бы тоже можно взять. Но вопрос, нужно ли это на фоне даунплиса, который был на втором боевом рейтинге. Учитывая, что это парный сброс. И уйдут они одновременно. Ну конечно, побыстрее. Но под вопросом. Если вы спрашиваете себя, почему мы не смотрим на Бьюфайтер. А потому что он четвертого боевого рейтинга. Почему? Не знаю, разработчика спросите. Кроме этого, к третьему боевому рейтингу еще относятся 2 по 38, которые находятся в середине четвертого ранга. Один с двадцаткой и ракетами М8, и другой без ракетам М8. И имеет ли смысл терпеть и качаться до них, чтобы составить сетап третьего боевого рейтинга? Да не особо. Этот по 38 от них ничем принципиально не отличается. Ну там минимальное различие. Перейдем как раз к четвертому боевому рейтингу. Джонсон. Но он говно. Конечно, это лучше гаранта. Но это новая ступень по рангам, и вы ничего не получаете принципиально нового. Зачем оно вам? Ээээээээ... Я бы не стал играть на четвертом боевом рейтинге через Джонсон. Томсоны. Ба я уже говорил. Говнище. Все. Забейте. Пулеван Джонсона. Вот это уже интересная вещица. Это очень скорострельная пигня с магазинами по 20. Очень. Теймстребы 900 в стоке, с достаточно неплохим паттерном отдачи и с очень неудобными прицельными, но если приноровиться, с ним можно очень хорошо пилить вражескую пехоту, тупо играя как штурмовик. Спецсредство Огнемет М2, ну вот с ним уже можно поиграть, потому что это Огнемет 2, у Огнеметов 2 хороший дамаг, но это только конкретные карты или конкретные точки. В среднем эти огнеметы не очень-то и нужны, но есть ситуации, где они могут зарешать. Миномет? Забудьте про него, тем более на четвертом боевом рейтинге это ЩЦИРК. Это практически такой же миномет, как и тот, который открывался раньше. Это не крупнокалиберный, как у немцев или у советов, это говно. По технике М10 ГМЦ забейте, это не машина, просто это мусор. Ваш выбор жамба. Танк, который достаточно сложно пробить. У вас плохая пушка, вы не пробиваете практически никого из немцев на этих рейтингах уже. Но вас в лоб тоже не пробивают. Вас могут взять только в пулеметную сиську в лобовой детали. Но почему-то немцы не в курсе об этой слабости и не могут туда попасть. Хотя в свое время я эти джамбики с пумы, которые находятся на втором боевом рейтинге, сжигал спокойно. А сейчас пантеры тигров не могут зачастую. Вопрос к скилу немецких танкистов. Но если брать жамба в противостояние против нормальных игроков, вас снесут сразу же в эту пулеметную сиську. А ваша пушка не позволит вам уничтожить ни тигра, ни пантеру. Есть, конечно, вот этот Шерман, он не джамба, вас прошивают вообще все, включая пазиков. Зато пушка длинноствольная, шансов поболее в противостоянии. Или М18 ГМЦ, Hellcat. Кто пришел из тундры, наверное подумал, о, моя любимая машинка, сейчас будем на скоростях борта, заезжать и тому подобное. Нет, не будете. Наши карты этого не позволяют. Тут нету таких фланговых объездов, тут нету таких укрытий. Вас просто по дороге засветят и убьют, если вдруг даже будет такой проезд. Так что Hellcat в помойку. У вас есть два стула, джамба и длинноствольный Шерман. На какой сам сядешь, на какой тиммейта посадишь. Четвертый боевой рейтинг, авиация. Бьюфайтер и бомбер с ракетами РП-3. Честно, я не очень понимаю, зачем он нужен. Потому что РП-3, конечно, вроде и неплохие ракеты, но вроде это уже предтоп. На четвертом боевом рейтинге уже открывается Корсар. С хварами. Да, конечно, они плохо работают по вторым тиграм, но вот все остальное выжечь более чем реально. И по пехоте сплэш неплохой. А это еще и истребитель, а не бомбардировщик. В слот бомбардировщика можно поставить А20 с четырьмя 500 фунтовками, которые уходят парными сбросами. Очень неплохой аргумент. Конечно, не сравнится с немецкой Жужей, у которой 6 250 кг бомб, ровно в полтора раза больше. Но тоже неплохо. Пятый боевой рейтинг. М2 карабин и Т20. М2 карабин раньше был топом, и он неплох. Но все же, Т20 это нормальная автовинтовка с уроном для ваншота в грудь. Это ваш выбор. Всех ставите на Т20, вы играете только через нее. Это основа американского сетапа 5-го боевого рейтинга. Пистолет по льме Томпсон на 50. Не перестану повторять, он говно. Да, бубен. Да, 50 патронов. Да, вроде неплохой урон, особенно в топе. Но у него ужасный разброс, ужасная отдача, ужасный прицел с его визуальной отдачей. И вопрос, зачем вот это чудо нужно на том боевой рейтинге, где уже играют штурмовые винтовки. Пулемет Браунинг 19-19-6. Очень тяжелый, вы с ним очень медленные. У него низкая скорострельность. Зато это лента на 100 патронов. Сели и начинайте зажимать. Контролить направление самое то. Отдача там, конечно, неповторяемая, не очень приятная, но маленькая. Зажимать куда-то в сторону врага по кустам – самое оно. А черной длиннослойный Шерман – бесполезен. Длиннослойный Джамбо – вот это уже поинтереснее. Несмотря на то, что это уже топ-тир, немецкие танкисты остаются немецкими танкистами. Поэтому вполне возможно, что они не смогут выцелить вас в пулеметную сиську. А чтобы вас просто пробивать силуэт, нужна Пантера или КТХ. И то, хотя бы с небольшим роббингом уже появляются трудности. Так что, ну, пожить на нем можно. А длиннослойная пушка уже вам позволит повыцелить их в слабые места. Но это будет тяжело. Но для этого есть Першинг, которого все еще объективно недостаточно для борьбы с немецким топ-тиром. Но это лучшее из того, что есть. Самая главная его проблема – что он все еще должен выцеливать врага, в то время как его шьют просто в центр корпуса. 100 мм – кого вы собираетесь этим удивить на пятом боевом рейтинге, где катаются вторые тигры. Ну, зато есть всякие подкалиберные снаряды интересные, которые, конечно, не дамажат, но которые хоть как-то позволяют бороться с королевскими кошками. И авиация. Тандерболт. Мастхэв. 10 хваров и 1 бомба, аналогичная 250 кг. В принципе, если у вас 2 слота на технику, они должны быть заполнены именно так. Тандерболт и Корсар АП-4С. Все, больше вам ничего не нужно. Это карусель хваров, которые вы немцев будете просто задалбывать и периодически на их танке сбрасывать по 500 фунтовой бомбе. Этого достаточно. И поговорим о том, что я игнорировал все это время. Снайперские винтовки и винтовки с гранатометами. С ними несколько проблем. Эти два сприквы еще более-менее имеют смысл. Первый боевой рейтинг, там активных сильных боев нет, у этого скоростейность вообще замечательная, 60 выстрелов в минуту, на этом всего 51. Что очень-то неплохо. Ну, как бы, еще как-то да. Дальше, с гранатометом. Третий боевой рейтинг. Вы серьезно хотите улетать сюда? Сразу же? На третий боевой рейтинг? Этот Спрингфилд ниже темп стрельбы. Зачем он нужен? Тем более на втором боевой рейтинге. Тут уже люди повеселее начинают встречаться. Гранатомет. Опять третий боевой рейтинг. Еще ем один карабин, который сам по себе под сомнением большим. СМЛЕ с гранатометом. Третий боевой рейтинг. Зачем вам гранатомет, в принципе, нужен, учитывая, как он работает сейчас? Не очень понятно. Лиенфилд. Вот честно, если бы он был на втором боевом рейтинге, я бы рекомендовал его всем в покупке. Потому что у меня даже пачка таких лежит еще со времен компаний, когда я в Тунисе с ним бегал. Но на третьем, серьезно, болтовка на третьем боевом рейтинге, даже с прицелом. Зачем мне она? Третий боевой рейтинг это уже в большинстве своем самозарядки. И вот самозарядный Гарант. Который, в принципе, хоть как-то имеет смысл. Но тут стоит общий вопрос. А зачем вообще вам снайпера? Ну вот серьезно. Игра выигрывается пехотой, штурмующей точки. С снайперами особо вы не поштурмите. Гарант с гранатометом, еще и четвертый боевой рейтинг. Зачем оно? А вот это, кстати, полный цирк. Это обычный М1 Гарант, только с прицелом. Не таким, как здесь, тоже снайперским, но другим. И который находится из этого на пятом боевом рейтинге. Какого хрена его место на третьем, серьезно. Я не понимаю, кто его сюда пихнул. Вот учитывая, что стрелка влазит из М2 карабина, давайте же снайперским 2 карабина, чисто по приколу хотя бы. Ну, типа, это просто издевательство какое-то. Единственное, зачем вот все вот это вам нужно качать, это потому что здесь выдаются отряды. Здесь, конечно, снайпера на снайперских винтовках, а вот на гранатометах бойцы. А это уже важно. Бойцы 3. То есть вы сможете собрать 3 отряда из бойцов к концу прокачки. У меня вот сейчас в американцах сетап из 3 отрядов бойцов. Один из которых не докачан. И это основа моего геймплея. 3 отряда бойцов на Т-20. Надеюсь, я кому-то помог этим гайдам. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. В описании ссылочка на мою группу в контакте, дискорд сервер, а также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи! Мы счастливы? Винсент! Мы счастливы? Да, мы счастливы.